итак здравствуйте дорогие интернет-зрители с вами снова скудер и мы продолжаем проходить игру need for speed 4 high stakes на 1 playstation прошлой серии мы с вами одолели специальные гонки но в этой я подумал что мы продолжим так как у нас тут еще один чемпионат открыт мы его пропустили продав z3 бмв шичку я что-то подумал зачем нам оставлять белые пятна и в общем сейчас тогда мы его проедем снова купим z3 ну здесь видите надо лучше на его да и тут еще в этом каждом чемпионате видите нужно уже стартовый взнос платить 5000 пока но потом эта сумма конечно увеличится тоже достаточно серьезно вот ну а сейчас мы прикупим снова z3 бмв и надо будет ее улучшить надеюсь что денег хватит полностью все улучшения так как здесь только прокачанная бмв нужно так ладно z3 взяли такая же синяя так ну первая стадия всего три тысячи подсел такой пониже стал заниженный мажорские полосочки появились до хватает хорошо еще почти 6000 осталось так ну вот он у нас прокачан полностью интересно будет ли он мощнее чем камара или нет камара у нас только на первую стадию на управляемость прокачан но не на мощность так включаем аварийку и погнали шороху наводить на местных гринделей вы гляньте что творит а вот о чем я вам говорил в прошлой серии что нереалистично двигаются боты иногда вот тот самый случай так ну здесь все тоже прокачаны здесь видимо легкой жизни ждать не стоит даже шестой вам подается уже как и так слово о том что память у них есть задел его чуть-чуть давай податься с нами бамс врагов нажимаем себе сразу блин здесь удобно что прям в реальном времени отрывы показывает игра считает очень классная тема кстати видели трасса от зеркалина знак 0 8 километров в час показывает опять куда путешественник на воздушном шаре там походу какой-то аттракцион потому что воздушный шар только вверх вниз ходит плачешь наверно денежки и тебя просто вверх поднимают с красивым видом и сумасшедшие гонщики проносятся чтобы можно было на них глянуть у нас кстати в аэропорту а на аэродроме летом в штыково такой же аттракцион есть на воздушном шаре поднимают так на высоту несколько десятков метров на веревке чуть-чуть тебя протаскивают и опускают снова и там же можно еще и на парашюте попрыгать там же серьезно там километр тебя поднимает высоту по моему можно прыгнуть либо с инструктором ну либо без инструктора без инструктора только если у тебя уже есть опыт но если опыта совсем много то можно и без парашюта это сигануть хорошо хорошо катим на закате по классной дороге хорошо за асфальтирован мечта черт возьми русского человека да дорога была без ям без ухабов латкая можно было втопить гашеточку в пол и не думать что можешь влететь в такую ямину из которой не выберешься кстати вот на этом мосту там брусчаткой и вот здесь в городе брусчатка по идее джойстик вибрирует постоянно тоже прикольно но у меня сейчас нет а сонки вообще вибрировал джойстик помню прикольное ощущение такой массажик устал ехать раз раз в кругте промассажирует в ручонке вот так вот вам ребята сделали вас деревенских понаехали москали из города деревенских обижают седьмое место только она до лучшая мою ого неплохо так разбил ну она дороже стала тут как машина если прокачиваешь ее она и за большую цену ее продать можно поэтому стоимости ремонта тоже дороже становится прикольная рожа такая боевой морда фары аварийка погнали продолжаем ехать где-то деревенский ландшафт ай красота блин кстати на днях тут кино посмотрел классное по игре тоже варкрафт давно хотел его посмотреть хотел еще в кинотеатре получилось тогда в мае там конце вышел и в общем блин мне понравилось хотя я в варкрафт не в стратегии не играл так только вторую часть чуть-чуть видел не в вов не играл вот так чуть-чуть тут маленько совсем знаю там пару персонажей видел да и все то есть ну как бы с сюжетом абсолютно не знаком но тем не менее все как бы понял в ник хотя были опасения что не играя в игру там не смогу чуть понять но были там некие мелкие вещи не совсем понятно но в целом блин понравилось кино конечно такое эпичное прям графонистая естественно громадный был четко мне понравилось то что как бы кинокритики чудо по моему разнесли вообще в пух и прах это кино этот фильм а вот простым ну людям зрителям даже фанатам понравилось и это круто ну и соответственно они рублем заплатили тоже за него так что продолжение варкрафта смотрел тоже обзоры на пустого к сам посмотрел фильм посмотрел обзоры ну и смотрел несколько обзоров как ну такой более объективный просто от игрового журналиста вот и ну похвалил он тоже там да не без косяков конечно ну какой фильм находится без косяков но говорит мол добротный фильм простым людям понятно будет перегружен какой-то там информацией из игр сюжетными какими-то линиями вот ну и фанаты будут довольны потому что есть там прям прямые цитирования там не покадровая из игр вот но я конечно этого не увидел что не играл но мне фильм понравился и посмотрел еще обзор вот фанаты именно варкрафта и тот конечно больше ну как бы не сказать что у него там бомбануло то есть он тоже в целом говорил что фильм в принципе то хороший он только сказал что мол предыстории вот нету мол откуда там вот варки взялись что с их планетой сотворилось или там не планетой а миром что да как откуда это вот зеленая скверна там появилась но в принципе тоже говорил что хороший потом посмотрел интервью с режиссером и он в принципе там и так и сказал что всю эту предысторию он нарочито опустил чтобы не перегружать фильм фактами как бы и совсем уж не делать его чисто фанатским проектом потому что если он бы включил еще и это туда то простым людям вообще было бы непонятно пришлось бы тогда там несколько сюжетных линий делать переплетений и простые люди бы запутались а так говорит если людям зайдет то выпущу еще две части хех ну и тогда уже там все это можно будет объяснить но судя по всему людям зашло и наверное будет продолжение ну круто прикольно посмотрю с радостью так так ну в топ мы в принципе ух ты на второе место ничего себе круто опять же он ставит по общему времени почему-то понятно здесь общее время меньше будет всего два круга потом там будет и 34 по моему круга так и вот видите мы всего две трассы коротенький такой чемпионатик совсем быстро мы его прошли и денег мало заработали поэтому 20 тысяч нам естественно не хватит на следующий турнир в основной ветке поэтому так ой хотел сохраниться нажал продолжить соответственно давайте наверное здесь еще сейчас перепройдем на комара вот видите у нас тут серебро комара тогда еще у нас был не поворотистый такой неуклюжий так мы его сейчас качнули немного давайте наверное все таки перепройдем чемпионат заодно но денег поднимем нормально и уже тогда ринемся в бой с плотным кошельком вот думаю сейчас проблем не должно возникнуть так как мы в прошлой серии прошли достаточно серьезное испытание комара специальных заездов ну блин дымовую завесу пускает прикольно еще звуки но вот в туннеле едешь ух ты как протиснулись что так звуки в туннеле такие булки становятся не ну звук конечно здесь потрясно на игре тоже достоин всяческих похвал даже может быть больше чем чем графика не ну графика тоже вообще классная в целом вообще такая добротная очень игра хорошо так спаянная ай-яй-яй потякну что ты уйди и и и тоже могу кстати у комарика что-то это и бигалка какая-то скромная с 3 он такой как тягач так это грузовик бибикает смотри а перекрывает траекторию вы гляньте не буду здесь тоже себя четко виду назад смотришь и камера не четко ровно назад а подсвечивает как бы в ту сторону с какой стороны соперник тоже такая достаточно интерактивная камера вообще вся игра она такая вот вот именно high stakes 4 такая живчик прямо вот все двигается все шевелится все лает гавкает куча звуков каких-то камера такая тоже можно сказать экшен камера прям так и кричит игра вот всем своим видом поведением я крутая игруха крутые гонки просто место тоже четко напоминает немножко трилл маунтен ну не по цвету там это а вот именно что нависают так деревья прикольно над дорогой свет пробивается прикольно как в трилл маунтен тоже напрямую на три фх ну три маунтен из гран туризм в смысле мало ли кто то не в курсе ну а куда деваться постоянные сравнения гонок между собой вышли, тем более примерно в одно и то же время. Понятно, что это как бы Need for Speed, это аркада, но все-таки на тот момент в принципе особо серьезных гонок и не было больше. Need for Speed в принципе тоже был не настолько аркадой, как стал последствием. Поэтому какие-то параллели можно, конечно, проводить. Может не по физике машин, но хотя бы там по звуковому оформлению, по графическому. Как машин, так и трассы в целом. Машины, конечно, однозначно круче Гран-Туризма прорисованы. Даже, ну, даже, я не знаю, самый слепой и тупой увидит. Но вот, что касается окружающей среды, тут, конечно, уже не так все однозначно. Ну и, в общем-то, все в пользу даже, я бы сказал бы, Need for Speed. Конечно, по проработанию трассы. Ну, окружение именно их. Ух, тоже подбили нехило так. Ну, даже глаз один был потухший у комарика. Так, вторая трасса. Это, наверное, в Германии где-то. Рут Адольф. Адольф. Почти что. Адольф. Адольф. О, и зеркальная тоже. Так, а вот это вот внизу, в левом нижнем углу это у нас получается лучшее время. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нифига, швыронуло. Немножко стал доруливать в прыжке и приземлился неровно. Блин, швыронуло. Даже, смотрите, отражение в бочинах машины у нас есть. Да. Молодцы, электроники. Сейчас их называют корпорацией зла и все такое. Но тогда они, конечно, старались, когда еще не были мега-корпорацией с многомиллиардными бюджетами. Были одной из компаний просто, которые шли параллельно, делали хорошие игры. И в одну из их хороших игр мы как раз сейчас и катаемся. Еще тогда экспериментировали. не гнались за рублем. За рублем. Так, что это? Не фига-то будет. Кузьма-то не дается пока. Выруливает. Так, вот там у нас Егорка. Вот так вот. Поморгали фарами. И он даже, по-моему, еще ускорился. А не, вот здесь на спуске догоняем, догоняем. Четкое место вообще. Очень красивое. Ох, блин, в туннеле сложно обонять. Ух, смотрите, какой пижон, а! Ого! Вот это да! Допижонился. Только я хотел сказать, смотрите, как он пижонит, в притирку с колоннами едет. Как он влетел. Вот это да! Это просто мега удар. Чувак убился просто. Кузьма. Пусть земля тебе будет пухом. На такой скорости все. Пусть-ка не выжил. Минус один. Самому бы не улететь. Это я вас приветствую, дорогие интернет-зрители. Подмигиваю фарками. Да, вот здесь, конечно, отжигают по полной. Тошнадо, блин. Блин, я еще долго буду помнить этот переворот. Нифига себе, он влетел. Бешмар. Дуролей. Музычка какая классная. Такая прям, на расслабончике. Спокойненько, лидируем. Включили. Радио 103.9 FM. Love Radio. Нет, авторадио. Авторадио. На нем как раз играют такие старые хиты. И у нас играет старый хит Ромола Ди Бриско из четвертой части NFS. Круто. Атмосфера прямо такая ностальгическая. Я бы даже сказал, ламповая. Вон, лампы горят. Сейчас улетим в Нирвана. Бесконечная дорога вьется лентой в даль. Тоже отражение прикольное. В машине бликует. Так. Есть. Сейчас гораздо лучше идет дело, конечно. Гораздо лучше. Тогда я... не выиграл эту гонку. Он вообще-то третий был. Так. В топе. Ой, только восьмой. Смотрите-ка. Второе место на Z3, да? Завоевали. И... Лишь... Последнее в этом. На комарике. А, на этом ошибался, правда. На первом круге меня развернуло. А он-то... общее время считает. Хотя, я говорю, странно как-то, что он общее время берет за отсчет. Это некорректно, на самом деле. Потому что потом на крутых тачках, когда будем ездить, кругов-то будет больше, как бы, и... ну, они, да, быстрее, но за счет того, что там будет допустим, четыре круга, время общее не получится показать такое же хорошее, как вот, например, на этих первых тачках. тут, в принципе, даже фишка не в том, что удобнее управлять более слабыми машинами, а в том, что... ну... считает общее время. А это не политкорректно. Так, что-то магнитола сломалась, музыка заткнулась. Тут как-то перебором кнопок, ну, какой-то комбинацией можно переключать темы прямо, как-то, ну... внутри машины, что ли. Но я вот что-то не помню сейчас. Блин, не помню, забыл. Ну вот, название показывает, да, Liquid Plasma, но... типа на паузе, что ли, стоит ключ. Может, я что-то нажал нечаянно, когда... ну, имитом там фарами мигал. Да, это опять название. Блин, не знаю. Ребята, если кто, может, помнит в комментариях, черканите, как можно включить музыку. Или, там, переключить тему прямо внутри игры. По-моему, у этой комбинации клавиш даже в настройках нету, в кнопках. Что, помню, и по детству-то проблема была, что... Как выключать, короче, мелодию нашли. Частенько вырубали ее тоже. А вот как включать, заходили в настройки, и там что-то, ну, нифига не было. Видите, левый поворот включал. Так, перебором потом как-то нашли. Но вот какая именно клавиша? Ну, не помню. Блин, такого вот, чтобы еще и поворотники можно было переключать, там, влево-вправо, отдельно каждый включать. Я такого вообще что-то не припомню. Вот где еще можно так, ну, управлять, как бы, своей машиной. В современных даже играх зачастую разработчики не заморачиваются. Не знаю, может, в GTA там можно? Не помню, что-то. В GTA, по-моему, можно. Ну, вот, в гоночных, скажем так, играх, что-то я вообще не помню. Даже в той же Grand Tourism так нельзя сейчас прикалываться. А было бы уматно. Я по-любому ездил бы тоже с аварийкой всегда. И на дальнике, на дальнем свете фар. Чтобы знали, кто перед ними. Ох, блин, сейчас понесет. Ох, вырулил. Круто, круто. По обочинам, конечно, когда ездишь, ну, чё, Галима, аркада, скорость даже совсем не сбрасывается. Как лупишь, так и лупишь. Поэтому, в принципе, можно срезать легко здесь по обочинам без проблем вообще. Да, мы победили! В ДТМе всегда вот. Ну и не только в ДТМе, в Лимане вообще. Там, где кузовные гонки. Пилоты, выигравшие, всегда там фарами мигают. Так и мы. Мигаем. О, четвертое место. Лучшее мое. 4.17. Общая. Ну, опять же, общая. Так, о, уже 24 очка. Все, последняя гонка. И у нас отрыв 9 очков. Уже можно даже последним приезжать. Уже по-любому первое место было. Ну, конечно, мы не будем последними приезжать, потому нам нужны бабосики. Чем больше, тем лучше. Чтоб, конечно, проехать без косяков, чтоб бонус дали за чистую гонку. Но... Сейчас это будет, конечно, все сложнее и сложнее делать на все более крутых тачках. А помню, это не из последних чемпионатов тут. Ну, уже на совсем гоночных полибах. Макларен F1 GTR, Мерседес, ЦЛК. Там вообще они... Ну, тачки же очень дорогие. И, короче, ты гонку проезжаешь, и если ты ее проехал ну, как бы грязно там, грязался, то у тебя все призовые отбираются, которые... Даже если ты там, допустим, победил, бывало, все забираются призовые еще и с твоего, ну, кармана, как бы, отстегивают. То есть теряешь больше, чем выигрываешь. То есть там уже вообще некая такая проблема, помню, была. Хотел сбить этот бак. Мусорный бак, смысл. Так что там будут проблемы. Помню, проезжать приходилось, ну, ставить менее крутые тачки, проезжать какой-то чемпионат более такой легкий. Вообще беспредельщики. Во, видите, какой тут интерактив, то есть можно даже разносить. Вообще город, блин, ущерб причинять. Почти как BTA уже. Так вот, проезжали, кстати, с Лехой опять же проходили эту игру и проезжали менее крутые чемпионаты, зарабатывали там денег и снова с деньгами заходили в самый крутой чемпионат на Макларене и пытались его пройти. Кстати, я вот не помню, по-моему, последний чемпионат на золото так и не смогли выиграть. В тройку-то попали, серебро, по-моему, взяли. Ой, блин, хотел. Пять бак не получилось сбить. Еще и впендюрился. Да, чистые гонки не видать. Хоть фары пока горят прицел сбился. Вот только здесь встречное движение видите, можно увидеть. На развязках там. О, есть. Сбил все-таки. Хотя, когда, по-моему, с копами ездишь, все-таки тут вроде бы есть встречное движение. Я путаю. Блин, уже забыл, честное слово. Или чемпионат где-то будет. Может, в специальных заездах будет. Гонка именно где встречки будут. хулиган. Прям хули ган. Тьфу, ништяк. Ай, опять, кстати, узло отрубилось. Чего-то, блин, не контачит наш автомагнитола. Камара какой-то подсунули. Это звонок. То ли школа рядом, то ли пожарка какая-то. Прикольно, прикольно вот эти всякие посторонние звуки. Ну, я сейчас в наушниках играю. Да ладно, best time beat? Да вы че, с ума сошли? Точно. Ну, опять же, это видите, общая. Лучше круг-то он, он, далеко не самый лучший. Хотя, тоже неплохо там, вместо где-то четвертого. В принципе, вот. Вообще, в игру вот в эту надо в наушниках играть, что слышно гораздо лучше все вот эти звуки трассы посторонние, помимо двигателя там. Так, ну что, вот мы и прошли. Видите, у нас денежек так поплотнее стало. теперь у нас есть деньги на любую из тачек в следующем турнире. Вот. Сейчас сохранимся. Ну, а на этом давайте закончим эту серию. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вы прокомментируете, поставите пальчик вверх. Вот. Ну, и подпишитесь на канал, на группу ВКонтакте. Ну, а с вами, как всегда, был Скудер. Всем пока-пока и удачи. Увидимся в следующих сериях. Пока-пока. Пока-пока.